А мы туда не заскакивали, поэтому не можем заскочить. Мы себя не рожали и сами себя не убиваем. Даже человек себя убил, как он думает, он все равно потом будет мучиться от того, что он это сделал. То есть колесо самсары это наказание. И наказание за то, что человек слишком сильно сосредоточился на себе. И вся жизнь эта, в которой мы живем, она предназначена для того, чтобы отвлечься от себя. И привлечься к тому, что приносит истинное благо и счастье. Тогда человек постепенно освобождается. Чем больше он становится бескорыстным, тем больше он освобождается от рабства этого существования. Взять, допустим, животное. Почему оно не имеет свободы выбора? Причина только одна – сильная корысть. А дерево настолько сильно корыстно, жизнь в дереве, что оно даже не может ничего соображать. Там, то есть сознание вообще полностью закрыто. То есть это называется жизнь в глубоком сне. Дереве так живут. У людей пробуждающее сознание, у них корысти меньше. Понимаете, корысть – это способ восприятия мира. Мы будем говорить на лекции сегодня. То есть чувство собственного достоинства может быть по-разному повернуто у человека. И вообще у любого живого существа. Я знаю такую метафору, что характер яблоки лучше, чем характер человека. Кто так сказал? Потому что она дает яблоки бескорыстным. И поэтому ее поливают в яблок. Она во сне дает яблоки, во сне. Во сне можно быть бескорыстным? Или корыстным? Если ее ударить палкой, то она дает еще больше яблок. Это метафора просто. Метафора. И она тоже не дает яблоки. Яблоки слетают с нее, когда ее ударят палкой. Дает она яблоки, и она во сне. А характер у нее действительно хороший. Гораздо лучше, чем, допустим, характер какого-нибудь плюща. Или волчьей ягоды. Понимаете, характер дерева определяется по плодам. Если плоды съедобные, то характер хороший. Плоды ядовитые, характер ядовитый. И это подтверждается в росте дерева. Допустим, ядовитое дерево, оно рушит жизнь других деревьев рядом. А наоборот, плодовое дерево, наоборот, помогает жить всем. Ну, то есть, другими словами, можно определить характер яблони. Но яблоня, она спит. Она сама себя не знает. Если у нее отрезать ветку, еще больше веток растет. Если поросенку отрезать лапку, больше лапок не растет. Из-за боли, из-за стресса. Яблони, наоборот, чуть пробуждается, чуть больше пробуждается, когда ее пообрезают. И она больше растет из-за этого. Она чуть-чуть пробуждается и растет больше. Поэтому эта форма жизни, она не бескорыстная. Она просто более, ну, такая благостная, что ли, как сказать, более чистая, чем, допустим, другое дерево, которое ядовитое, допустим. Но сравнивать дерево с человеком бессмысленно. Само сравнение хорошее. То есть, оно указано на то, что надо хотя бы вот так жить. Если тебя ударят палкой, больше плодов давай. Ну, я бы не хотел, чтобы меня ударили палкой, чтобы я от этого больше плодов давал. Знаете, часто, когда мы берем цитаты из буддизма, они могут быть истолкованы немножко неправильно. Потому что это знание, оно эзотеричное. Ну, то есть, это намеки, понимаете. То есть, лучше всего истину прямо излагать, а не намеками. Но намеками тоже хорошо, чтобы люди развивались. Есть конфуции там и так далее. Ну, они все намеками говорят. Ну, понятно тому, кто понимает. Вот, допустим, у меня с женой были проблемы. Она медленно ходит, я быстро ходить даже вместе не можем. Вот. Я начал изучать, что это за вид несовместимости у Конфуция. Я нашел совместимость между мужчиной и женщиной. У него раздел «Совместимость» написано. «Совместимость» означает. Быстрое, медленное. Медленное, быстрое, горячее, холодное. Означает совместимость. То есть, это значит, ждать от этой жизни нечего. То есть, если я горячий, то мне надо открывать окно. Жена холодная, ей надо закрывать окно. То есть, получается, очень трудно. Но это совместимость, оказывается. Это несовместимость. Так устроен этот мир. К сожалению. Ничего не сделаешь. Вот вы, допустим, очень поэтичный, чувствительный человек. Это значит, вам досталась женщина твердым характером, таким, категоричным. Я понимаю вас перед вашим переживанием. Но я вам просто говорю о совместимости, которая вам показалась несовместимость. Мы пока собираемся, и поэтому идет беседа такая живая у нас. Ваш вопрос, мужчина? Добрый вечер. Садитесь, пожалуйста. Я студент-гедик. И вот я в связи с чем хотел бы спросить. Скажите, как наиболее стоющее реализоваться в будущей профессии, чтобы это было бы главное на пользу будущих пациентов, и чтобы самому не выглядеть профессионально? Я вам вообще не советчик. Потому что, как я учился в мединституте, я вообще вам не советую. Я сбегал с лекции и в клинику. Там ходил, лечил людей. Меня потом за это хотели выгнать с института декана. Декан собрал документы уже. А я в это время у проектора лечил ребенка. Там были серьезные проблемы. И он нашел меня. И когда меня уже декан на отчисление подал проектору по учебной части, тот сделал так, что когда я лечил его сына, он пригласил декана моего к себе домой. А в это время была лекция. Ну, из-за этого, что я не посещал лекции, он меня выгонял. И декан говорит, так вот ты чем занят во время лекции. И проектор сказал, да, он занят тем, что он спасает жизнь моему ребенку. Так оно и было. И он меня не смог выгнать. Но это нехороший пример. А если я являюсь нехорошим примером, то что я вам могу посоветовать? Я просто знаю одно, что часто студенты в медвузе, они зашориваются изучением материала настолько, что они не понимают, зачем они это делают. Если вы хотите научиться людей лечить, то думайте только об этом. Все остальное приложится. Спасибо. Понимаете, я там изучал много всего, как выглядит там у бычьего цепня голова. Мне все не понадобилось. А много всего изучал там. Много лекарств разных, которые сейчас уже никто не применяет. Я по ним сдавал экзамен. И так далее. Понимаете? А мне надо было научиться лечить людей. Если уж говорить о моей учебе, я выучился больше лечить людей в Индии. От тех людей, которые любили людей и хотели им помочь. Я от них перенял именно это настроение. Это самое главное. А все остальное прикладывается. Часто бывает так, что студенты медвуза, они занимаются тем, что они пытаются сделать себе хороший диплом. Там и все прочее. Понимаете? Это тоже, наверное, я так думаю, надо. Хотя у меня в эти статьи там не блестящие отметки. Но меня его никто в жизни не попросил. Зачем тогда из-за него так мучиться? У меня был кружок на четвертом курсе, когда я учился. Я учился по нетрадиционной медицине. И в него ходило шесть профессоров из медистуда. Я не хвалюсь вам, просто говорю, что у меня по-другому учился. Не так, как все. И я не знаю, что вам посоветую. Я знаю только одно, что вы очень сильно перегружены эмоционально обучением. И вас уже тошнит от этого всего. Это я могу вам сказать точно. И из-за этого, из-за того, что вы перегружены, вы дезориентированы, вы не знаете, куда вам пойти дальше. Идите в сторону любви. Например, вы любите детей. Это значит уже педиатрия. Видите, уже так чик. И уже вы на педиатрическом учете. Видите, уже как бы чик, сфокусировалось ваше направление. Вы любите общаться с людьми. И с помощью общения лечить. Вот уже консультации. Педиатрия, консультации. И так далее. В сторону любви двигайтесь. И вы поймете, как быстро найти себя. Но если вы зашорены вот этим, как можно больше прочитать и запомнить, то это нереально так жить. То есть надо брать самое главное там и сдавать так, как чтобы выжить там, в этом институте. Но еще раз повторяю, это просто мое личное мнение. Потому что, может быть, как-то по-другому надо. Но я вот такой путь выбрал для себя там. И не жалею об этом. Ваш вопрос. Да? А я другой сказал девушке там дальше. Но вы тоже можете спросить. Вы тоже нуждаетесь. Вы просто внимательнее смотрите, с кем я общаюсь. А я вас уже теперь не спрашиваю. Все, теперь вот девушка будет говорить. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. Спасибо вам тоже, что пришли. Потому что, ну, они очень помогли мне. Я слушаю ваши лезвия. У меня к вам вопрос. Да? Это хорошо думать о том, что тебе не нужна эта жизнь? Или плохо? Плохо. А как вы думаете, если человек так думает, он за это получит наказание? Конечно. Теперь спрашивайте. Ну, у меня довольно банальная ситуация. От меня год назад ушел. Я очень переживала. Вот, если человек ушел, это что? Вот реально надо так переживать, что думать о том, чтобы расстаться с жизнью? Ну, я больше переживала за своих детей, наверное. Потому что они, у меня два сына, они очень плохо. Уже переживали эту ситуацию. И я понимаю, что это неправильно, она так нельзя. Реально. Ну, вот год я прихожу в себя уже. И у нас денечный брак. И сейчас у меня даже уже другой мужчина. Вы Бога верите? Да. А как вы думаете, почему вот другой мужчина не облегчил вашу ситуацию внутреннюю? Ну, не знаю. Может, я там или не до конца понимаю, что со мной происходит. Есть такой тип отношений, любви, который называется любовь-вера. Запомните, любовь-вера – это очень сокровенная вещь. И она всегда должна принадлежать только Богу. Но если человек любовь-веру отдает человеку, то это непростительная ошибка. Потому что эта любовь-вера, во-первых, человека делает очень гордым и слепым. Понимаете? Он, этот человек, не понял вас. Потому что вы поверили в него. Когда человек верит в человека, тут слепнет. И больше того, вера в человека, а вера – это вера, понимаете? Ее не поменять за пять минут. По этой причине вы не можете сейчас нормального вы человека встретили. Понимаете? Нормального. Но вы не можете его оценить, потому что вы уже свою оценку отдали кому-то другому. А надо было свою оценку отдать Богу. Понимаете? То есть вера – это не дешевая вещь. И она может с человеком остаться надолго, на годы. Поэтому только если вы все-таки научитесь верить в Бога, и веру вашу отдадите Ему по-настоящему, ваше сердце получит облегчение. А если нет, то тогда вот смотрите, это годы, вот такое чувство. Годы человек испытывает такое чувство. Понимаете? В человеке есть божественное и есть человеческое. Вы в нем увидели божественное и перепутали его с Богом. Понимаете? В человеке есть божественное, не от человека. Это Бог ему дает. И Бог дает мужчине божественные мужские качества, женщине женские. И мы в это влюбляемся. Но, понимаете, это принадлежит не человеку. Это принадлежит Богу. Если вы сможете этот ребус разгадать, то есть вы видите что-то в человеке и не понимаете, как, что тебя заставило предать мелодию любви. Вы не понимаете, как это вообще возможно. Как он мог так сделать. Понимаете? Потому что он не совсем тот, что вы видите. В нем есть еще то, чего вы не видите. Потому что вы ослепли в отношениях с ним. С этим человеком. Надо научиться видеть Бога. Ну, самого. И видеть отражение его в людях. И тогда ослепоты не будет. Но если мы начинаем верить в человека, то человек, несомненно, нас бросает. Потому что он не может вам отдать взаимность. Он теряет себя в этой вере. То есть есть два варианта. Или ты в него веришь, и он становится к тебе таким же. Или он становится гордым. То есть он просто наполняется этим и начинает себе это присваивать. Обычно люди становятся гордыми. Потому что отдать веру человеку невозможно. Ее можно только отдать Богу. То есть вы в него вложили веру. А он вас вложил. Разрушение. Понимаете? Потому что вы поверили не в того. В этом ваша ошибка. И так как вы сейчас не можете отказаться от этой веры. Поэтому ваша память. А всегда во что человек верит, там и память его. Ваша память находится там. И поэтому вы не можете сейчас нормальные отношения строить с нормальным, достойным человеком. Из-за того, что ваша память находится там, где находится ваша вера. И смысл этого урока заключается в том, что надо учиться изо всех сил верить в Бога. Вашей традиции, вашей вере, понимаете? Ничего не меняет. Вот этим займитесь сейчас. И ваше сердце получит колоссальное облегчение. Мы уже собрались, мои хорошие. И сейчас время самое нам начать беседовать. Я рад вас видеть. Добрый вечер. Спасибо вам за цветы. Все эти цветы вернутся к вам назад в конце лекции. У нас будет светопад. Светопад. А сейчас мы будем говорить на очень актуальную тему. Очень актуальную тему. Я начну с вами беседу с того, что я немножко вам расскажу о том, как мы устроены. Потому что, если этого не знать и не понимать, тогда все остальное, что я буду говорить, будет бессмысленным. Потому что, если ты не знаешь про себя ничего, то тогда и советы не помогут. Ну, то есть, цель моя в этом заключается. То есть, согласно ведам, древним священным писаниям, у человека есть три тела. Материальное тело, грубое тело, психическое тело и душа. Душа — это я. Это вечная структура. Я себя чувствую. Вот кем я себя чувствую? Я себя чувствую душой. Например, я не могу принять тот факт, что я когда-нибудь умру. Но некоторые себе внушают это, что они умрут. Но это просто самовнушение. Потому что человек не чувствует, что он умрет. Больше того, по моим исследованиям, моей жизни, я могу с помощью концентрации внимания понять, откуда сон. Я заметил, что часто людям сныться и их собственные жизни. Их собственная жизнь. Но только не сейчас. Первый раз, когда я это понял, произошло так, что я прямо видел четко события, как я учился в медной студии. А мне учиться в медной студии было очень тяжело. Очень тяжело. Потому что меня там заставляют делать то, что я не вижу, не видел смысла в чем. Понимаете? Я вот видел эти события, как я учился в этом медной студии. И потом понял, что это не было, не происходило в этой жизни. Я видел аналогии, похожие события в этой жизни. Но те события, которые увидел, они тоже были мне близки. Это мои были, но не в этой жизни. Я потом начал настраиваться на этот сон и увидел, что там здания другие, как старинные такие. И что страна другая. И люди вокруг другие. Я понял, что это была прошлая жизнь. Потом я увидел, как там война началась в этой стране. Как я погиб в концлагере потом. Все это потом я увидел. Ну и так далее. Вот это вот психическое тело или тонкое тело человека, оно не умирает. Мы себя чувствуем тем же самым в прошлой жизни. В этой один и тот же человек. Просто тело грубое, оно другое. Но так как мы себя сильно с этим грубым телом отождествляем, мы думаем, что значит это я, другой человек. Но это наше аж заблуждение, потому что грубое тело же меняется. Вот маленький ребенок, допустим, если я покажу фотографию маленького ребенка, как я был, у меня тело было маленькое, никто, ну кто-то из вас даже не сопоставит. Потому что тело меняется постоянно. Грубое имеется в виду. А мы себя чувствуем тем же самым человеком. Просто тело меняется. Грубое. А есть еще психическое тело. Именно в нем мы живем. Это главное, в чем мы живем. Я вам сейчас это докажу. Так есть грубое тело, есть психическое тело. Ну понимаете, грубое тело тоже важно. Потому что самочувствие человека часто зависит от того, что психическое тело, вся его энергия уходит на грубое тело. Потому что грубое тело питается психической энергией. Мы думаем, оно питается химией, то есть мы делим пищу на белки, жиры, углеводы, витамины, говорим, вот это полноценное питание, чтобы всего вот этого хватало. Не понимая, что в пище 60% это не химия, а энергия. Ну допустим, если вы считаете, что нужно есть белки, жиры, углеводы, некоторые говорят, что нужно раздельно их есть. Ну хорошо, ешьте один жир. Или кусок белковой массы поешьте. Или кусок, там, допустим, крахмал, какой-нибудь углеводы. Вы заметите, что это невкусно. А вкусно это уже не химия. Вкусно это психическая энергия пищи. А это именно энергия психическая пища, что она делает с человеком? Успокаивает его, улучшает настроение, улучшает его психическую работоспособность, то есть он начинает раз ему легче работать. А это психическая энергия, это не физическая энергия. Это означает, что мы хотим кушать 3-4 раза в день, не того, что нам химии или белков, жиров, углеводов не хватает. Иногда человек толстый, но он ест тоже 3-4 раза в день. Ему на неделю хватит вообще белков, жиров, углеводов. Я никого не имел в виду вообще-то. Вот. Я сам тоже что-то поправился в последнюю поездку. ходить. Вот. Ну, то есть мы едим психическую энергию. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что психической энергии нам не хватает. И эта нехватка психической энергии не восполнится едой. Понимаете, люди вечером, поздно вечером перед сном объедаются, не понимая, как они устроены. Понимаете, если вы чувствуете, что у вас что-то плохо, нет сил, надо выйти на улицу. Потому что силы человек получает от природы. И это гораздо больший процент сил, понимаете, чем от пищи. Но люди, почему лишний вес? Почему люди все переедают? Почему лишний вес? Потому что они не понимают этой формулы. У нас как бы из-за того, что мы себя зацементировали в нашей любимой квартире, мы не знаем, что квартиры они не дышат, они не дают человеку энергии вот этой, которая нам нужна. Понимаете, нам нужна природа, нужна свежий воздух. Понимаете, но мы не получаем этого. И поэтому человек психическую энергию откуда получает? пытается получить от пищи. Поэтому он ест и ест, ест и ест и никак наесться не может. И уже как бы уже в дверь не влазит и все равно что-то еще хочется что-нибудь скушать. Потому что сам процесс получения энергии у нас неправильный. Понимаете, я знаю людей, которые вообще очень мало едят. И очень много получают энергии от природы. А есть у меня один знакомый, который вообще не ест и все время получает энергию от природы. Вы скажете, но это невозможно. Это возможно. Даже такое может быть. Вот как растения получают от солнца и это все в хлорофилл превращается, так у человека эта система тоже работает. Понимаете, мы можем так даже питаться. но я к вас не призываю. Я продовольственную программу страны не решаю таким образом. Мне за это деньги не платят. Я просто говорю об образе жизни. Сейчас мы об этом говорим. Итак, психическое тело человека питает своей энергией много чего. Питает физическое тело, питает энергией психическое наше тело, потому что нам нужно настроение. Даже для того, чтобы спать, нам нужно хорошее настроение. Настроение плохое, мы заснуть не можем. Что-нибудь вспомнили хорошее такое? И все, пошло, пошло, пошло. Понимаете, надо даже память, это такая функция, которая притягивает счастье. Но часто мы память свою направляем не туда, потому что также боль притягивает память. Когда человек думает о тяжелом, он постепенно теряет себя, обестачивается. Это состояние называется депрессия. Депрессия означает не хватает сил. Ну, то есть, я думаю о тяжелом. Почему? Потому что боль притягивает память. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь, но память мой злой властелин все будет минувшее вновь. Не мщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Почему некуда больше спешить? Потому что я не вижу смысла в жизни. А почему? Потому что ты не знаешь, что такое жизнь. Ты неправильно понимаешь цель своей жизни, свою судьбу. из-за этого расстраиваешься. Итак, надо изучать себя. У нас есть психическое тело. Оно питает своей энергией грубое тело, наше настроение, а также наших близких. Вот, допустим, переживает, мама переживает, что ребенок болеет. Поднимите руку, у кого мама сейчас ребенок болеет, но вы как-то спокойно так, не переживайте, честно. Значит, все будет хорошо. Но это другой вопрос. Все будет хорошо. Это признак, что ему не нужны дополнительные силы. Поднимите руку, кто мамы болеет, ребенка, вы переживаете. Это значит, нужны дополнительные силы ребенку. Переживание означает, что вы отдаете психическую энергию куда-то. этой энергии не хватает. Что такое переживание? Значит, не хватает. То есть, мы отдаем подсознательную энергию, мы даже об этом не думаем. Так устроена наша психика. Но когда не хватает, психика включается, наша осознанность, не хватает тебе энергии. И некоторые люди думают, что переживаю, я переживаю о тебе. Некоторые люди думают, что переживать это хорошо. Вот например, человек ушел из жизни, надо поплакать о нем. Если кто-то не плачет, то как-то он вообще какой-то нехороший человек, не любит наверное. Оказывается, надо наоборот, отдавать силы тому, кто ушел из жизни. Когда человек плачет, он силы не отдает в это время. Он требует силы. Видите, часто мы не понимаем многих вещей, поэтому поступаем неправильно. Ради высокой любви мы обязаны ради высокой любви. Зачем мы об этом должны помнить? Потому что эта нить засоряется иногда. Понимаете? Я с мужем Олега Геннадьевича не могу жить, потому что мне противно на него даже посмотреть. Ну хорошо, если это так, тогда давайте немножко порассуждаем над темой. Допустим, если я зубы не чищу во рту, у меня там воняет. Олег Геннадьевич, я как бы хочу повырывать все зубы, мне противно с таким ртом жить. Или, допустим, у меня рука подгнила чуть-чуть, я хочу ее отрезать уже, потому что противно с такой. Ну ладно, вы скажете, это слишком близко. Ну хорошо, как бы, сын задолбал, хочу как бы, пошел он нафиг, противно с ним жить. Так, никто не думает, правда? Зубы никто не выдергивает, руку не отрезает, сына не вышвыривает. Вот поэтому я говорю, что надо помнить нам об этом, что если вы вместе начали жить, то вы пожизненно будете с этим человеком связаны. Сказали, Олег Геннадьевич, у меня уже теперь другой, что теперь? А теперь надо память очистить о том человеке. меня спрашивают, Олег Геннадьевич, я хочу, а, как они говорят, Олег Геннадьевич, я хочу отвязаться от этого человека. Как мне можно отвязаться от него? То есть, я не привязывал к этому человеку, эту нить незримую создает Бог, и он ее поддерживает. Допустим, я хочу уйти от близкого человека, а что-то не могу, потому что Бог держит людей друг с другом. И если ты хочешь переключиться на другого человека, то есть, жить с другим человеком и его любить, тогда ты очисть ту нить, она уже останется, она всю жизнь у тебя с тем человеком очистит эту нить незримую. Она останется, просто, когда ты ее очистишь, ты простишь его, как бы, светлая память у тебя о нем останется. Тогда у тебя сердце успокоится по поводу него, начинай дальше свою жизнь. Никто не против. Но надо знать, как это работает, потому что если ты будешь от него отвязаться, ты с ума сойдешь и никогда не отвяжешься. Но это вас не касается, еще раз повторяю, что вы слишком одинаковые, чтобы мыслить в этом направлении. Итак, три направления отдача энергии. Психика отдает телу энергию для того, чтобы оно жило, потому что каждая клетка нашего организма питается энергией счастья. Или, как мы говорим, энергии праны, жизненной силы. Это энергия счастья. Поэтому человек хочет счастья в жизни, он не может жить без счастья. психическое, нам нужно хорошее настроение, иначе жить невозможно. Психические функции питаются энергией счастья. Наши родственники связаны с нами, и тоже им нужна наша энергия счастья. Но человек, особенно в большом городе, он зацикливается на отдаче энергии. Вот, допустим, детям, мужу, работе, мы энергию только отдаем. Если вы думаете, что вы можете от мужа получить энергию, то это только первые 2-3 года, когда у вас есть влюбленность. Влюбленность это такая интересная штука, люди очень сильно видят божественное друг в друге и наслаждаются этим божественным. Но постепенно, так как мы неправильно настроены, потому что сама возможность, чтобы энергия счастья между нами циркулировала, означает бескорыстие. Я улыбаюсь тебе, ты улыбнулся мне, мне понравилось, я тоже улыбнулся тебе, это бескорыстие. Но если я от тебя хочу счастья, это совсем другое дело. Он от тебя хочет счастья, ты от меня хочешь счастья. Ну, то есть, получается, мы истощаем друг друга. Мы не наполняем друг друга в этом случае, а истощаем. Можно, конечно, наполняться от близкого человека, но для этого надо брать энергию из других источников, о чем я буду говорить, и отдавать бескорыстно мужу, пока у него не появится благодарность в сердце. Если ты бескорыстно отдаешь, как это определить, что ты бескорыстно отдаешь? Нет скандала? Ты его ни в чем не обвиняешь? Но если ты его в чем-то обвиняешь, значит, ты не бескорыстно отдаешь. Хочешь назад, а он не дает, скотина такая. И поэтому мы ругаемся. А почему он не дает? Потому что он корыстный, так же, как и ты. Мы очень сильно удивляемся тому, что люди корыстные в этом мире. Очень сильно удивляемся. Нам это так неприятно видеть. Но мы все одинаковые. Потому что свою корысть не видишь, а чужую невыносимо смотрели. И больше всего корысть скрывать могут только те, кто сильно от кого-то зависит. Поэтому кто сильно зависит от нас? в жизни. Дети малые, поэтому их корысти не видно, они очень зависят, поэтому кажется, что они такие чистые. Но они вам скоро покажут, какие они на самом деле. И есть такие живые существа, которые никогда не покажут вам, какие они на самом деле. И это самые лучшие для человека живые существа. Это собачки и кошки. Потому что они всегда зависят всю жизнь. Поэтому они самые любимые. Поэтому их с ними приятнее всего. Они всегда благодарны. Лишь бы кормил. с человеком уже сложнее. Правда? Это другая тема беседы. Итак, движемся дальше. У человека есть три составляющие психического тела. Первая составляющая это вот та, которая имеет настроение, характер, мысли, чувства. Это манос или тонкое тело ума. Именно в нем находятся два типа психических каналов. Одни питают грубое тело, другие психику и окружающий мир своей энергии. Два типа психических каналов. Также в тонком теле ума есть шарик такой в центре вот здесь нашего существования. Там находится все наши поступки и желания, которые мы совершали в прошлом. И память о прошлых жизнях там находится. А внутри этого шарика находится душа. И она смотрит мир глазами вот этого шарика. этот шарик есть не что иное как наша судьба. Когда внутрь этого шарика психического выходят такие узелки судьбы, которые несут хорошую судьбу, то этот весь шарик наполняется счастьем. И человек видит глазами счастья этот мир, чистоты, радости. Когда туда входят песчинки, которые приносят нам страдания, то мы видим глазами страдания этот мир. Интересно знать, что эти песчинки судьбы, когда они внутрь входят, они также действуют и на всех наше окружение. И настраивают нас, очень сильно настраивают нас в соответствии с судьбой. Это касается директора завода и жены и детей, всех. Всех, кто с нами соприкасается, они будут на нас реагировать согласно нашей судьбе. И плюс согласно нашим поступкам. Если человек хорошие поступки совершает в жизни, то судьба его уже меньше влияет на ситуацию. У нас также есть еще два вида психического тела, которые очень важно знать. Есть разум, который является орудием для получения энергии счастья. Разум соткан из знания о том, что такое счастье. И разум нацеливается на счастье. Эта нацеленность на счастье называется вера. Ну то есть человек, если он на что-то верит, он получает счастье оттуда. Вера означает получение счастья. Если вера не дает счастья, значит это не вера. Само стремление к счастью называется целеустремленность. А когда человек думает о счастье, нацеленно его называется цель жизни. Вера дает человеку цель жизни. Решимость означает желание этот источник счастья получить. Это функции разума я перечисляю. Способность понять, что такое хорошо и что такое плохо. То, что плохо, оно разрушает нашу жизнь. Что такое хорошо, это то, что воскрешает. разум предназначен для того, чтобы контролировать ум, потому что ум подчиняется счастью, и ум подчиняется знанию. Вот, допустим, если разум точно знает, что там есть счастье, то ум сразу подчиняется, потому что ум очень сильно зависит от счастья. Он только подчиняется только счастью. если вы, допустим, докажете уму, а там находятся привычки в уме, если вы ему докажете, что курить это несчастье, то он все равно не буду курить. Он откажется, хотя будет тянуть чувства, но ум откажется. Почему? Потому что он никогда не согласен с тем, что не дает счастья. Но понимаете, дело в том, что доказать ему очень сложно, потому что знание должно быть люди в основном глубоко ничего не понимают. Они как бы поверхностно начитались с его, но глубокое знание означает сильное соприкосновение с истиной, очень сильное ощущение этого. Таким образом, разум это такая структура, которая вводит человека в депрессию. Почему депрессия? Потому что человек верил во что-то и потом обрубилось вот этот источник счастья влюбился. Человек постоянно своей памятью туда обращается, а там тю-тю, 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 тю-тю. А может нет, тю-тю. Вот. И у него возникает депрессия, потому что он хочет получить счастье от источника своего счастья, а там счастья нет. Поэтому следует знать, что есть высшая цель жизни, это когда человек знает точно, что там никогда не будет потери в этом пути. Правильно. Вот. Никогда не будет потеря на этом пути, высшая цель жизни. А есть жизненно важные цели. Жизненно важные цели, они тоже связаны с жизнью. Если человек эти не получают эти источники счастья, жизненно важные, то жизнь прервется или станет очень тяжелой. И есть главные цели жизни. Вот высшая цель жизни это Бог. Жизненно важные цели это то, что наполняет нас. Это природа, взаимоотношения с этим миром правильное и религиозность в целом человека, то есть понимание жизни, то есть это совесть и все прочее. Это жизненно важные цели. Главные цели жизни это семья, получить хорошее образование, иметь семью, быть здоровым. То есть есть просто важные цели. Квартиру допустим. Если человек квартиру ставит высшей целью жизни, то он попадает в стресс потом. Почему? Потому что все эти важные цели жизни, они все зависят от периода в жизни. Например, если период плохой, то ты не сможешь получить то, что ты наметил. Допустим, если главной целью жизни ставишь женить, был плохой период, твоя жизнь будет разрушена, потому что ты не сможешь этого добиться в этот период. А это для тебя самое главное, ты поставил главной целью. А так как это главная цель, значит, все свое счастье ты только оттуда можешь брать. Все, твоя жизнь становится разрушенной, потому что счастья нет. И человек говорит, что-то я не счастье, нет мне жить на этой земле. Грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. Пушкин. На смысле Пушкин был женат. Его стихи. Вот. Я буду шутить с вами, вы не обращайте на меня внимание, для того, чтобы вам было, а это кстати, компьютер не включили в сеть. Он тоже нуждается в энергии природы. Организаторы как-то позаботьтесь, чтобы мой компьютер был в сети. Вот. Понимаете, проблема заключается в том, что цели жизни мы получаем из счастья. Вот, допустим, ребенок рождается, а из ребенка излучается счастье. Почему детей любят свет? Знаете? Потому что он излучает энергию счастья. Самый большой источник энергии счастья в этом мире это дети. на втором месте красивые девушки. Поэтому, если ребенок сейчас выйдет на сцену, вы лекцию слушать не будете уже. Потому что вы на него будете смотреть. шнурчик, вот он мой. Вот. Так вот. И девушка, если красивый, тоже на нее все будут смотреть. Ну, знание это тоже источник счастья, но не в таком важном месте. Там вот. Спасибо большое. О, все, есть. Обрадовался компьютер. Итак. Допустим, почему я страдаю? Спасибо большое. Потому что цель жизни выбрана спонтанно. И я ее лишился. Вот матери постепенно лишаются своей цели жизни. Когда мать видит своего маленького ребенка, она испытывает огромное счастье. Но постепенно ребенок, когда наступает половое созревание, он уже не чувствует зависимости от матери, а значит и не так сильно к ней привязан. И мать чувствует, что как будто в нее кто-то отрывает ребенка, как будто он уходит из-под ее отношений. И она чувствует страдания, потому что она его считает высшей целью своей жизни. Это неправильное мышление. Кроме того, это неправильное мышление приводит еще и к тому, что ребенок становится эгоистичным очень, потому что если его считать высшей целью жизни, то он наполняется гордостью, как любой человек. Поэтому это двойная проблема. Также, если полюбила, допустим, мужа, тоже, он тоже так же начинает менять себя. Или квартира, допустим, ипотека, высшая цель жизни и так далее. То есть люди страдают от того, что они выбирают высшие цели жизни не то, что дает стабильное и постоянное счастье. А что стабильное и постоянное счастье дает? Чистота, любовь, верность, доброта, красота, знание, решимость, смирение, сострадание и так далее. Это качество святости. Поэтому человек должен саму святость сделать высшей целью в своей жизни. То есть он должен концентрироваться на святости. И тогда он сможет всегда чувствовать себя хорошо. Это не подведет никогда. Но вы скажете, это какая-то зыбкая цель. Вот если на девушке там сосредоточиться, тогда нормально, это ощутимо. Вот в этом заключается разница между целями, которые действительно приносят счастье или дают освобождение, и целями, которые мы выбираем. Настоящие цели, их очень трудно выбрать, потому что их трудно понять. Вот допустим, как мне понять, что природа дает мне все здоровье, мой организм, все здоровье. не гербалайф, не вакцины, а природа дает здоровье. Все остальное просто может как-то нейтрализовать болезни. Но именно здоровье, энергия здоровья в человека входит от природы, и причем при определенных условиях. понимаете, если я просто выйду как бы на природу, не факт, что я получу эту энергию здоровья, потому что для того, чтобы получить, нужно еще два фактора, кроме того, что туда вышел, надо обязательно выйти туда. Еще два фактора нужно. Первый фактор движения или аскеза любая другая, например, можно поститься на природе, не двигаться и получить здоровье, потому что ты постишься. Можно просто двигаться это тоже аскеза, и то так получить здоровье. Но второй фактор это любовь, то есть ты свое внимание должен от себя оторвать, от своей жизни, память свою должен переключить на птичек, радоваться. Есть только два способа переключить память куда-то. Первый способ это страх. Допустим, если на природе кто-то воюет, тогда вы будете туда смотреть, потому что там могут убить. Но это не поможет быть здоровым. Это тоже источник стресса будет. И второй способ переключить внимание это любовь. А вот любовь к природе у нас астрофировалась. Поэтому и здоровья нет. И даже я вам допустим говорю, что здоровье идет от природы. Понимаете, такое легкое ощущение создается, что Олег Геннадьевич немножечко шизофреник. чуть-чуть. Потому что от какой природы здоровья, Олег Геннадьевич? Нет природы у нас. Сюша, ты что? И вообще, что это значит? Ну хорошо, я вам объясню, что это значит. вот когда вы идете по улице, идет солдат по городу, вот, когда вы по улице идете и радуетесь всем, в это время вы дышите свежим воздухом. Вот этот свежий воздух дает вам, это реально я вам говорю, это энергия прана называется, он вам дает концентрацию внимания, дает память, хорошую память, дает работу всей мышечной системы, то есть мышцы не будут крепкими без свежего воздуха. Это не значит, что я типа вентиляцию, вентилятор включил дома и будет свежий воздух. Понимаете, свежий воздух это энергия природы. Я не знаю, как вам это объяснить. Вот допустим, вы яблоко берете в магазине и она говорит, вы будете его есть, нет? Нет? А надо какое? Такое? Вот как ребёночка, да? Это энергия праны. Я объясняю, что это энергия праны. Ребёночка за щёчку это энергия праны. Но бабушку за щёчку никто не делает. Потому что понимаете, у неё уже нет там энергии праны в щёчке бабушку. Понимаете или нет, о чём я говорю? Энергия праны это как яблочко такая вкусненькая. То есть это энергия праны. Если допустим взять арбузик ешь такой свеженький, да? Выжил его, выпил ничего. Вот попробуйте, попробуйте проэкспериментировать. Возьмите весь арбуз, выжать сок, а сделайте сок из него и выпейте весь. И время засеките. И хотя бы не весь, а треть арбуза съешьте и засекайте время, когда быстрее писать побежите. Я вам точно говорю, что когда вы съедите треть арбуза, вы быстрее писать побежите, чем тот же самый арбуз выжимаете и пьёте. Потому что праны, то есть праны в арбузе, она движет энергию вниз, очищает организм. Поэтому и писать. Понимаете, прана в свежем арбузе в 10 раз больше, чем в арбузном соке. Но это вот такое, когда ты идёшь по улице и свежут тебе хорошо. Это вот энергия. Мы не знаем, как это происходит, но я вам говорю, что это происходит. Увеличивается иммунитет у человека, концентрация внимания, мышечная сила, возможность покакать, потому что тонус кишечника увеличивается, тонус желудка. Понимаете, иногда человек страдает от запора, он не знает, как покакать. Идёт солдат по городу. Выйди погуляй просто и всё. У тебя не хватает силы. Он будет сидеть и думать, почему я страдаю от запора. Ну и прогуляйся, подумай на свежем воздухе. И всё получится. Ну то есть это то, что нам даёт возможность жить. Мы как батарейка устроена, нам нужно питаться, понимаете. Энергии земли, вот человек допустим чуть выше от земли живёт, ему уже трудно засыпать, уже спазмы какие-то в организме начинаются. Понимаете, человек не может быть спокойным. Сама городок беспокойная я. Ну то есть понимаете, земля даёт спокойствие. Земля. А я лягу прилягу, край гостинца старого и ногами в долину накроет туман. то есть я короче на крылечке ложусь, пускай туман накрывает, не по барабану, я буду здесь лежать. Почему? Потому что там отдых человек получат. Если он любит землю, а если не любит, он боится её. Нам помогают бояться, нельзя на крылечке ложиться, простынешь. Помогают боляться, на солнце нельзя, на свежем воздухе нельзя, простынешь. Помогают. и мы всё боимся. Но почему человек простывает? Тоже есть причина. Вот смотри, человек вышел, свежий воздух начинает сразу активизировать организм, чтобы наполнять его энергией. А если он из лесу вышел и снова зашел, понимаете, то не успевает энергией наполняться. Вот я вышел на улицу, чуть прогулялся и раз назад. Понимаете, организм только активизировался, энергия только зашла, она встала. Это называется простуда. Ну то есть организм должен лечиться, он начал активизировать каналы, пробивать все зажимы, энергия скопилась, ничего не пробилась. Когда энергия пробивается, начинает озноб идти по телу, ощущение, что что-то такое опасное происходит. Вот и сразу раз убежал и все простуды. Интересно знать, что когда человек допустим бежит, если человек не верит в бег, то когда ему чуть-чуть тяжело стало, он заканчивает движение. И в это время как раз нельзя заканчивать движение. У него только начало все лечиться, он пробежал и заканчив движение в момент обострения, значит хроническое заболевание обеспечено. А если человек верит в бег, он бежит, 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 ему хуже стало, он добегает, пока легче не станет. И пролечивается таким образом. То же самое в воду запрыгнул, в холодную. Когда надо выпрыгивать? Когда легче стало, а не когда хуже стало. Когда хуже терпи, когда легче стало, вылазь. А мы как делаем? Все наоборот. Ну то есть другими словами надо изучать, вот как это все устроено. Или допустим энергия воды. Что это такое? Это вот ответ на вопрос мужчины по отдыху, чувств. Понимаете, когда идет концерт и чувства очень сильно связаны со звуком, то человек наполняется энергией огня. Ну то есть эмоции вот эти все там это все энергия огня. Человек наполняет это все, ему нужна энергия воды потом для того, чтобы она убирает энергию огня. Поэтому совет такой, то есть нужно научиться плаванием заниматься, может бассейн ходить, то есть с добрым чувством внутреннего плавания, то есть нужно избавляться от энергии огня, вот этой лишней, наполняться энергией воды, это будет расслаблять, успокаивать, вот так вот. Или просто допустим опять же движение на свежем воздухе, нужна достаточно влажность, быть свежий такой влажный воздух. Тоже будет наполнять и убирать вот эту перегрузку. Энергия воды дает человеку хорошие гормональные функции, бесплодие женское, в основном связано с нехваткой энергии земли и воды. Вот сейчас женщины будут спрашивать, а что я не могу зачать, а потому что у тебя не хватает энергии земли и воды. Все. Понимаете, энергия это есть, все заработает нормально. Люди ошибочно считают, что организм не знает, как ему нормально работать. Вот я вам точно говорю, что он знает. Я вам больше могу сказать, я когда начал бегать, у меня организм точно знал, что лечить, в какой момент. Вот энергия появилась, сначала одну коленку лечил, потом вторую, потом третью, потом четвертую, сам все пролечил, сейчас ничего не болит. Понимаете, он сам знает, что ему лечить, когда энергия появилась, была проблема только в том, что нет энергии. Он все знает, он знает, как придатки должны работать, как гормоны должны поступать в кровь, как зачатие происходит, он знает, не надо ему гормонами учить его. Вы знаете, ваш организм, он не знает, поэтому мы сейчас вам ведем такие гормоны, которые вам обеспечат зачатие. или у вас в организм что-то не может всасывать железо. Одна женщина ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня железа в организме не хватает. Я смотрю, она уже, от нее пахнет железом уже. Я же вижу, тонкое тело, смотрю, она вся в железе уже. У нее железа дофига в организме, она столько таблеток их сожрала. Скоро примагничивать начнет уже. Проблема же не в том, что у нее железа не хватает, а в организме не хватает определенной энергии, чтобы его всасывать. И эта энергия вырабатывается ходьбой, движением просто, понимаете? Когда человек двигается, у него вырабатывается энергия огня, необходимая для пищеварения. Поэтому, если у вас, допустим, ничего не переварится, движение, прошлись, пробегались, и все переваривается. что-то слишком просто, я столько уже мучаюсь. Да вот в том-то и дело, что все просто, понимаете? Энергия воды дает человеку доброту, спокойствие, умиротворение, гармонию, возможность общаться с людьми. Если ты не можешь с кем-то поговорить, у тебя не хватает энергии воды, просто элементарно. Заметили на море, как все такие, общаются нормально, там много энергии воды. У вас здесь тоже Волга, отлично. Можно настроиться просто на Волгу, и уже будет лучше. Можно через память получать природу, если ты не можешь выйти, сейчас подумай, вспомни. серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю Беловежская пуща. Понимаете, почему прилетает? А потому что он с детства полюбил эту энергию. Здесь забытый давно наш родительский кровь. Понимаете, то есть с детства человек, когда он жил, он почувствовал, и он уже ему плохо, он сразу вспоминает природу. Почему? Потому что нормально мозги поставлены, правильно. А мы вообще ее, как бы, она для нас вообще не существует, эта природа. Мы атрофировались в ее восприятии. Энергия солнца дает человеку хорошее настроение сразу. Это энергия солнца. Нет настроения, нет солнца значит. Радость, ра означает солнце, дасть, дарить. Радостный человек. Солнечный значит. Мы же древние даже слова наши, они так составлены из этого. Воскресенье, солнечный день, сандэй, солнечный день, солнце, отдых. Все на даче и некоторые на лекцию. спасибо вам, что вы не на дачу. Я очень благодарен. Это прям реально для меня очень большая честь, что вот вы выбрали лекцию, надо было на дачу. Но если завтра будет в два раза меньше людей, это признак того, что вы поняли лекцию. на дачу. Ура, на дачу. И это правильно. Дача обязательно. Нужно свежий воздух, нужно солнце, иначе человек не может нормально жить. Продолжение следует...